И снова здравствуйте, всем привет! Итак, доделал я персонажа сегодня, значит, взрослого Геркулеса. Выглядит он вот таким вот образом. Дела болванка Зебрашевская. Значит, ботинки вот эти, это экстракт, маскирование. Так, персонажа голову делал с болванки с кульпой с альфа-6. Ну и всё тут, в принципе, кто смотрит ролики, узнаваемо. Значит, тут единственное поленился, добавил тут гайки в Зебраш. Не захотел я эту сферу добавлять. Ну, так вот сглаживаются, вроде уже и не гайка. Так, что ещё? Так, это всё делалось по модельному листу. Вроде бы попал, возможно, где-то кисти рук чуть побольше. Ну, не суть вопроса. Значит, так, прическа, это маскирование тоже. И потом тут набросал массу и кое-где тут кисточкой полоски поподелал. Ну, в принципе, вот такая штука. Так, что ещё? Ну, и ничего такого в основном. Так, давайте посмотрим, как он работает. Выбираем кости, выбираем полос-мод, тройка на нампаде. И вот они, косточки. Значит, жёлтая. Это челюсть. Там, кстати, ещё зубы стоят. Зубы, вот они. Если кому они интересны, зубы присутствуют. Можно всё это делать. Так, значит, улыбку делать. Там все приколюхи. Так, теперь, что у него? Веки. Вот, выпустил я жёлтые, значит, лайнеры. Вот так вот закрываются у него глаза. Так, всё на место. Что тут ещё? Ну, в принципе, что ещё можно показать? Значит, G. Руки работают адекватно. За исключением, смотрите. Это G. Видите, броня тянется. Вот. Как этот момент можно обыграть? Заходим в Edit Mode. Выбираем. Я тут уже доставлял, значит, вот такая у него привязка. Видите, да? Зубы отдельно, глаза отдельно, прическа отдельно, ориентир коленей. Ну, а броня сейчас рассмотрим. И вот косточки уже есть, которые не дают, значит, груди ломаться. И подмышки. Ну, вот. Слив D. Дублируем. Если такая штука происходит, то тогда вытягиваем ещё одну косточку, добавляем её на спину. Ну, добавляем на спину так, чтобы она соответствовала вот этой косточке. Потому что, когда будет она сгибаться, возможно, будут казусы. И вот эту косточку прямо подводим, значит, к нашей броне. Вот сюда вот, где она движется. Сейчас тут назначится веса. Ну, или можно, значит, выбирать кости и назначать веса отдельно, не добавляя косточки. Но я это делать не хочу. И так быстрее, как бы. Слив D отводим на эту сторону. Делаем. Мира X-Global. Так, что ещё тут можно подставить, значит, поближе, но чтобы не зацепить, значит, плечевой пояс. Вот и в этом самой фишке будет. Так, теперь кости, надеюсь, привязаны. А ну-ка, да, привязаны. Теперь заходим в Object Mode. Обязательно, когда добавляем кости, всё это дело перевязываем. Это называем Ctrl-P Weight Automatic Widget. И раз у нас Empty Group привязка идёт, значит, вот этой брони, то заходим в модификаторы, отвязываем ее, выбираем опять, значит, броню. Выбираем через шив в кости Ctrl-P Weight Empty Group. Теперь выбираем опять доспехи и уже Data Transfer на нашего персонажа пипеткой и, значит, Vertex Group Date, Vertex Group и Apply. Так, теперь выбираем косточки и заходим, посмотрим, как всё это дело поможет нам, значит, скорректировать нашу подмышку. Ну, вы видите, что уже получше. Вот уже броня не так двигается, всё зашибись. Ну, а здесь уже можно где-то подкорректировать, допустим, шипкеями или просто в Sculpt Mode. Заходим, допустим, в Object Mode, выбираем нашего персонажа и уже в процессе анимации, когда будете делать анимацию, заходите в Sculpt Mode. Можно использовать, значит, шипкеи. Ну, а можно просто, значит, всё это дело подмять и где-то плечевой пояс вот так вот подкорректировать. И вы видите, что уже смотрится он более прикольно, более хорошо зашибись. Так, вот такой персонаж. Значит, будет он для скачивания в группе ВК. Ссылка будет в описании под роликом, если кому-то надо, да? Ну, и давайте его деваху рассмотрим. Значит, файл Open Megara. Так, не этот файл. Тут у меня два сейчас, кстати, два и посмотрим. Megara Rig, это Don't Save. Вот такая вот деваха. Вот так она выглядит. Давайте рассмотрим её Rig. Так, зубов у неё нет. Зубы можно взять, значит, у Геркулеса и ей, значит, подставить. Вот косточка работает, движет, значит, волос. Чтобы он был тыхался, можно делать. Так, у неё поза Т. У персонажа Геркулес поза А. Вот, наверное, Геркулесу надо было сделать такую же позу. Тогда подмышки так бы не тянули ни броню, ни другие части. Так, что у неё ещё? G. Вот она приседает. Всё у неё привязано. Так. Глаза присутствуют. Глаза работают. Так, что у неё тут, ну, значит, на волосюшке, вот они, тоже косточки, можно ими шевелить. Косточка для закрывания, открывания рта. Всё вот, закрыли, открыли. И две косточки, вот они большие. Это у нас, значит, веки, как и у Геркулеса. Глаза побольше. Можно вообще их открыть с удивлением. Можно и, значит, закрыть. Вот в таком духе. Ну, такая бабёнка. Ну, и давайте рассмотрим Зевса. Так, а, не, Мегара. Ещё вот после Миксама я её тестил. Ну, в принципе, ничего, так она работает. Вот, раз, уже какой-то сюжет. Уже можно сэкономить время, допустим. Раз она, оп, идёт такая. И Геркулеса увидела, оба, и понтуется. Ну, как вариант. Так, теперь, значит, у нас идёт... Где у нас тут Зевс? Зевс, по прошлому ролику, если кто-то не глядел, как я делал, значит, Зевса, тот не поймёт, как я делал, значит, и Геркулеса. Рекомендую посмотреть. Метод ноу-хау по мобильному, как его, модельному листу. Ну, вот такой гражданин получился. Вроде неплохой. Всё то же самое. Большая косточка, чтобы не терять, это, значит, рот. Что у него тут ещё есть? Единственное, что у него здесь настройка вот этих глаз я не поставил, значит, на веки косточки. Здесь можно делать шипкейми. Ну, как вариант. Потому что у него сильно большая мимика. Я думаю, что кости, ну, кое-где можно вставить. Но в основном лучше тянуть и делать шипкейми анимацию. Потому что там, ну, очень вытягивается вся его фейс лица. Там такие кривляжи идут. Ужас. Так, ну, вот такой ещё персонаж. Не буду показывать, значит, сатира пока. На один ролик, где я вставляю сатиру кости, мне прилетело, значит, нарушение авторских прав. Но не повлияет, значит, эта штука на канал. Монетизацию ролик нельзя монетизировать. Ну, а монетизация отключена, в принципе, нам по барабану. Так, ещё. Есть, значит, канал Дзен и есть канал Рутюб. На Рутюб я меньше кидаю роликов, да. Ну, как, надо посидеть всё-таки поднакидать. На всякий случай, потому что с Ютьюбом всё-таки что-то случится. Это дело времени. Заблокирует или ещё что-нибудь. Ну, пока остаётся Дзен и пока остаётся, значит, Рутюб. Если какие-то ситуации в стране, то, возможно, многим это уже дело и не понадобится. Ну, а пока, кому интересно, вот именно такой стиль мультипликации я считаю мультипликацией. Сейчас очень навороченные делают модели. Там текстура кожи. Почти не отличишь от настоящих актёров. Скоро будут эти мультфильмы. Так что, вот они, да здравствует девяностые. Хип и Дейл, Аладдин, потом кто там ещё был, Утины Истории и Мишки Гами. Ну, там ещё были роботы и, как их там называли, мыши-рокеры с Марса. Кстати, тоже попробую всё это дело пролепить потихоньку, полегоньку. Ну, а кому, повторюсь, интересно, вот уже лошадь готова, Зевс готов, два Геркулеса, молодой и взрослый готов, Мегара, жинка будущая или подруга его готова. И конь Пегас готов. И Сатир. Семь персонажей, как-никак. А, ещё Аид, восьмой, восемь персонажей. А ну, правильно, а ну-ка. Зевс, Аид, два Геркулеса, Мегара, конь, Сатир. Семь получается. Ну, вот такие вот, такой ролик обзорный, ссылка в описании будет на их скачивание. Всё, всем пока, до свидания.